Субтитры создавал DimaTorzok В декабре 2010 года мировые СМИ опубликовали сенсационную новость. Два выдающихся физика Роджер Пенроуз и Ваган Гурзадян сделали поразительное открытие. Исследуя так называемое реликтовое излучение, микроволновый фон, оставшийся после большого взрыва и сохраняющий информацию о зарождении Вселенной и ее развитии, они обнаружили странные неоднородности в виде концентрических кругов. Исследователи пришли к поразительному заключению. Обнаруженные ими круги не из нашего пространства времени. Это грандиозные следы столкновения колоссальных черных дыр, которые образовались в предыдущей Вселенной в конце ее существования. Затем огромные черные дыры испарились, а Вселенная прошла Большой Взрыв и снова родилась. Большой Взрыв был лишь стеной между одним циклом и следующим. Черные дыры разрушают информацию, но информация сохраняется при переходе сквозь Большой Взрыв. Из расширения прошлого цикла в Большой Взрыв нашего цикла. Ученые поняли, что Вселенные возникают одна за другой. И конец предыдущей становится началом следующей. Отсюда вытекает их главный вывод. Мироздание циклично, и оно существует в бесконечности времен. Может ли это удивительное открытие Пенроуза и Гурзадяна поставить точку в непрекращающемся уже много веков споре о возникновении мира? Кто же это все устроил? Слепые законы природы, как утверждают атеисты, или правы те, кто считает, что Вселенная создана по замыслу Творца? Изучая космические процессы, физики констатируют, что само появление галактик, звезд и планет, а следовательно и возможности жизни на них, было каким-то таинственным образом запрограммировано уже на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Мы существуем благодаря Солнцу, а оно существует благодаря гравитации. Это возможно только потому, что газ во Вселенной до формирования звезд находился в однородном состоянии, после чего он слипся, и это дало возможность беспорядочности увеличиться. Поскольку гравитация вещь специфическая, у этого явления Вселенной низкая энтропия и хаотичность. И это именно то, что озадачивало меня многие десятилетия, потому что, похоже, это особое состояние во Вселенной. Оно не началось беспорядочно. Это начало было уникальным. Выходит, что порядок и удивительное разнообразие миров во Вселенной возникли не по воле случая, а это был закономерный процесс, в котором главную роль играла гравитация. Но можно ли назвать это чудом? Великий физик Альберт Эйнштейн пишет своему старому другу Моррису Соловину. Вы находите удивительным, что я говорю о познаваемости мира как о чуде или о вечной загадке. Упорядочение, вносимое, например, ньютоновской теорией гравитации, предполагает существенную упорядоченность объективного мира, ожидать которую априори у нас нет никаких оснований. В этом и состоит чудо. И чем дальше развиваются наши знания, тем волшебнее оно становится. Мир устроен исключительно разумно в том отношении, что теоретическая физика его описывает. И удачно описывает. И все многообразие явлений природы описывается всего лишь несколькими элементами. Очень небольшим количеством элементов. И законы, которые там действуют, очень простые, логичные законы. Но они простые, не тривиальные, но в принципе, вполне простые законы. И человек вполне их может работать, делать предсказания, может работать с этими законами. Но в этом смысле мир познаваем. Размышляя о пройденном в науке пути, Эйнштейн критикует ученых-позитивистов, которые опубликовали свой манифест в 1929 году. Сущность их концепции заключается в требовании очищения научных исследований ото всякого философского осмысления. Как выразился один из основоположников позитивизма социолог Агюст Конт, наука – сама себе философия. А в середине 20 века в среде физиков стала крылатой фраза «Помалкивай и вычисляй», которая предписывала не ломать голову над причинами явлений, а заниматься конкретными исследованиями. Мы можем вычислять, но мы не можем проотслеживать детальные траектории предметов, детальные траектории частиц. В этом смысле мы, ну так сказать, у нас нет такого детального описания. Ну, более того, у нас нет наглядного описания, мы не можем глазами смотреть за этими частицами. Но, тем не менее, у нас есть теория, и мы имеем однозначные предсказания. И эксперимент эти предсказания полностью подтверждает. Альберт Эйнштейн писал, «Позитивисты и атеисты чувствуют себя счастливыми от сознания, что им не только удалось с успехом изгнать Бога из этого мира, но и лишить этот мир чудес». Но удалось ли это на самом деле? Действительно ли атеизм и наука образуют неразлучную пару? Математик Сергей Петрович Новиков, один из самых крупных в советской математике, академик, он попросил меня вдруг неожиданно свозить его в строительство Сергея Лаврова, в которой я был укоренен уже так давно. Ну, мы съездили, я ему все показал там. А потом я говорю, Сереж, ты же материалист, вроде математик. «Чего это ты решил съездить в Лавру?» И вот мне запомнился его ответ. «Я не настолько глуп, чтобы быть атеистом». Ну, как известно, атеизм связан очень тесно с тем мировоззрением, которое называется материализм, которое по-простому, если так сформулировать, утверждает, что ничего, кроме материи, не существует. И ничего, кроме того, что мы можем объективно наблюдать во внешнем мире. То есть, по сути, в материалистическом мировоззрении забывается о том, что всегда есть тот, кто наблюдает внешний мир. И у наблюдателя существует внутренний мир. Фундаментальный не внешний мир для человека, а внешний и внутренний мир вместе. И внешний мир отражается во внутреннем мире. И благодаря внутреннему миру мы воспринимаем ту или иную картину внешнего мира. Известный православный публицист Виктор Тростников в свое время закончил физический факультет МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию и долгое время преподавал в московских вузах. Но потом он стал религиозным философом и пришел к выводу, что наука и религия, несмотря на вековую борьбу между ними, это по существу родные и сестры, общая цель которых – познание мира. Я глубоко убежден, что Ньютон, Лебнец, вот такие великие, там, Паскаль, глубоко верующие люди, все трое которых я назвал, они были в каком-то смысле пророками. Они разгадали замысел Бога в узком каком-то диапазоне, конечно. Ведь Ньютон же говорил, что я уподобляю себя мальчику, который бродит по берегу моря и находит красивую раковину и впадает в восторг от этого, в то время, когда полный тайн, великий громадный океан лежит перед его взором. Он не переоценивал свои компетенции, но что-то он открыл именно потому, что он хотел проникнуть в замысел Творца. В 20-м столетии физики, исследуя элементарные частицы, начали понимать поразительные вещи. Например, что материя состоит вовсе не из твердых и неделимых атомов, как считали в 19-м веке. Сами атомы состоят из протонов и нейтронов, а те, в свою очередь, из кварков, которые являются сгустками энергии, вращающимися на громадных скоростях в вакууме и создающими тем самым всю картину материального мира. Как только мы доходим до квантовой механики, как только мы доходим до атома, то все наши представления, которые мы имеем в обычной жизни, они не работают. И на первый взгляд, это ужасно, потому что тогда, значит, вы ничего не можете понять. А на самом деле, это не так. Все это было прекрасно понято в начале 20-го века. Аристотель еще в 4-м веке до нашей эры говорил, природа не терпит пустоты. В наше время эту мысль подтвердили физики, выяснив, что даже полный вакуум никак не может быть назван пустотой. Ну, про вакуум можно сказать, что если возьмете насос и откачаете полностью весь воздух, и все уберете, и, казалось бы, ничего не осталось, вот пустое место. Но потом, если вы приложите внешнеэлектрическое поле, то в этом пустом месте раздятся ее плюс и минус пары. Поэтому вакуум это такая очень сложная... А Памеранчук говорил про вакуум, что это кипящий операторный суп. Вот с точки зрения квантовой теории поля. Поэтому вакуум это совсем не пустое место. Оказывается, вакуум может сам порождать частицы. Многие чудеса меркнут рядом с этим удивительным явлением. И наука пока ничего не может здесь объяснить, но и не собирается сдавать свои позиции религии. Принципиального конфликта нету, а был такой частный исторический конфликт, в котором я должен признать это, что виновата католическая церковь. Вот ей не надо было предписывать ученым и объяснять ученым, что вокруг кого верится, потому что ученые лучше знали об этом. Что же касается того, как устроить жизнь на земле, жизнь человека в обществе, конечно, здесь религия имеет безусловную компетенцию, и здесь мы должны прислушиваться к советам Евангелия. Вот что, наверное, придется делать человечеству в ближайшие годы, потому что оно зашло в тупик со своим житейским материализмом. Людям надо стать житейски более духовными. И в этой жизни духовная огромная радость. Достаточно испытать, как не захочешь возвращаться в мир Чистогана, в мир этой борьбы, конкуренции, не захочешь просто. Я думаю, что это скоро настанет такой перелом. Знаменитый советский физик Борис Викторович Раушенбах был убежден, что в основе религиозного чувства лежит внелогическое знание. Он был глубоко верующим человеком, так же, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов и многие другие выдающиеся естествоиспытатели. Но Раушенбах шел еще дальше и считал, что человечеству нужно целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как научная картина мира, так и ненаучная, то есть внелогическое и образное его постижение. Но возможно ли такое вообще? Что касается компромисса, то компромисс тут невозможен. По одной простой причине. С точки зрения науки, сотворения мира за шесть дней это ничем не обоснованная гипотеза. С точки зрения религии все, что противоречит священному писанию есть ересь. Поэтому все, что представляется компромиссом, а компромиссы ищут и религиозные деятели и ученые оказывается просто невоплотимым. Это в уме каждого должно как-то соединяться. И у многих соединяются, одно другому не мешает. Попытку соединить науку с религией сделал преподаватель Никола Угрежской духовной семинарии физик по образованию Сергей Вертьянов. Он написал новый школьный учебник «Общая биология для 10-11 классов». Книга вышла в 2006 году под редакцией академика РАН профессора МГУ Юрия Алтухова. То есть, скажем, школьник должен знать, что такое естественный отбор. Он у нас изложен. Школьник должен знать, что такое наследственная изменчивость. Она у нас изложена. То есть, все позиции теории эволюции изложены, но они изложены в критическом аспекте. Мы исследуем. Хорошо, есть естественный отбор. А какие возможны его рамки? Что здесь является фактом? А что пока не доказано? И в результате получается, что идея эволюции это гипотеза, которая на сегодняшний день научно не доказана. И вот это именно не нравится. Ну, а что же делать, если это именно так? Ради Бога. Если они считают, что четвертый день творения это так примерно ну, два миллиарда лет, хорошо. Я не спорю. Если они считают, что пятый день творения это примерно полтора миллиарда лет, я тоже не спорю. Это их дело. А у меня есть полиантородия, есть тратеграфическая шкала. Я примерно знаю сроки. Несмотря на попытки найти общие основы для веры и знания, новый учебник вызвал жесткую научную критику. Он трижды проходил о рецензировании эксперта Миран и получил отрицательное заключение, как не соответствующий современным научным представлениям. Согласно Писанию, в жизни будущего века, который наступит после второго пришествия Христа, хищники будут, обретут первозданное состояние и пастись будут вкупе вонг с агницем, рысь, почиен с казном и так далее. Ну, я могу себе представить даже бедного медведя, который, иной раз выйдя на берег, ест и шикшу, и водянику, и другие ягоды. Но представить себе льва, который ест слоновую траву, простите меня, я представить не могу, но я переварить не сможет. По одной простой причине, у него нету сложного желудка, и у него зубы нет для того, чтобы траву перетирать. Поэтому вот такие вот вещи в учебнике, это просто недопустимо. Книга Сергея Вертьянова не является богословским трактатом. Вместе с программным материалом по теории эволюции в учебнике представлена христианская доктрина о сотворении мира, по мнению автора, прекрасно разрешающая многие противоречия современной биологии. Алтухов, в отличие от других ученых, которые занимались эволюцией, он 40 лет занимался эволюцией, Ирия Петрович Алтухов, с конца 60-х годов, генетика популяции. А что происходит в популяциях? Какие изменения в генах есть, а каких нету? Какие мы находим виды, а каких переходов нету? И изучил десятки, многие десятки видов, животных, растений, рептилий, моллюсков, и смотрел по популяции. Вот большая выборка, лососей берем, несколько тысяч лососей, вылавливаем и смотрим гены. Там, скажем, каких-то моллюсков, берем там тысячи моллюсков этих, вылавливаем и смотрим по генам, что у них там происходит. И он обнажил удивительную вещь, которую до него никто не мог себе даже представить. Оказывается, более двух третих генов со всеми меняются. Это смертельно. Они настолько важны для организма, что они не могут меняться, понимаете? Если гемоглобин, например, у мыши один, у обезьяны он другой, у человека он третий, то между ними невозможно никакой революции. Потому что как только у мыши гемоглобин изменится, она тут же сдохнет. Она не может ждать миллион лет, когда у него станет гемоглобином человека. Он ей нужен каждую секунду работающим. И таких белков и ферментов в организме каждого вида две трети, понимаете? И они разные в разных видах. Правильно, вот в этом он прав. Поэтому эволюция идет по мутациям только у бактерий и у вирусов, у прокариот. Но там размножение раз в 20 минут делимся. А у всех эволюция идет по комбинациям генов. При скрещивании паров и при хромосомах кровоинговой ревомиозе, в миозе. Вот там колоссальное генетическое разнообразие получается. Ну, количество возможных комбинаций генов существенно превышает сейчас 7 миллиардов численности человечества. При 30 тысячах примерно. Ну, оцените 25-30 тысяч структурных генов у нас, не 4 регуляторных. И поэтому отбор вот этих комбинаций геродонгая и медленная. Поэтому обычные виды возникают именно в течение тысячелетий или даже десятков тысяч лет. Академик Алтухов не только критиковал теорию эволюции, но, как считает Сергей Вертьянов, опроверг саму основу дарвинизма и экспериментально доказал, что одни виды вообще не могут переходить в другие. Дело в том, что пара даже очень близких видов насосевых рыб различается не только по тем двум-трем фракциям бирков, которые изучен Алтухов, но и по многим другим биохимическим, морфологическим, антогенетическим признакам. То есть по очень сложному комплексу признаков, которые не сводятся к тем различиям, которые он выявил. Он ведь занимается бирковым полиморфизмом. То есть бран энное количество, тогда это было еще немного, но порядка десятка фракций бирков, по большинству из них он находил большую изменчивость, а вот виды различаются по двум-трем из исследованных им стабильных фракций, что вполне естественно, виды различаются не только по этим фракциям. Вот и все. Попытка соединить науку и религию, которую предпринял Сергей Вертьянов, не только не увенчалась успехом, но еще раз поставила под сомнение саму возможность подобного симбиоза. Вера и ее более конкретное воплощение религия – это личная идея каждого. У нас, как вы знаете, в школе вводится религиозное образование, и единственный способ взаимодействия веры и науки – это невмешательство в вводила друг друга. Вере Богу Богова, а науке наукова. Потому что любые попытки шельмования науки, что неизбежно в учебнике Вертьянова, это нанесение вреда и вере, которые основаны именно на вере, и науке. Больше ничего. Идея эволюции всего лишь гипотеза, а ее возводят в рамк догмата, доказанного и ученым, и вроде как никто из ученых в этом не сомневается, это же ведь не так. Вы спросите любого биолога, ну кроме, может быть, биологов, которые занимаются сами эволюцией, как они относятся к теории эволюции, они скажут, что их отношение очень специфическое, мягко говоря, а школьники этого не знают, ведь это же неправильно, да? То есть им навязывается чье-то предположение, им навязывается в качестве единства возможного объяснения реальности окружающего мира. И мы сбиваем с толка свои дети, они сильно думают, что ученые доказают, что они пришли от обезьян. Парадоксально, но некоторые биологи и генетики не принимают учения Дарвина, потому что видят в нем не научную теорию, о собрании догматов, похожее на религиозный канон, который ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать сомнению. Например, знаменитый биолог, президент Французской Академии Наук Пьер-Поль Гроссе еще в 77-м году в своей книге «Эволюция живых организмов» писал, «Случай, направляемый всемогущим отбором, становится чем-то вроде проведения, прикрытого атеизмом и прямо неназванного, но втайне оно почитается». Самая лучшая эллюстрация этого, конечно, непотопляемый этот броненосец Дарвиновской теории «Происхождение видов путем естественного отбора». Ну уж сколько раз он окончательно опровергнут. Я вот влез в это дело, когда писал свою первую книгу на эту тему. Ну просто вот как только он появился, этот труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», этот 1859 год. Вот тут же самый крупный биолог того времени Верхов, знаменитый основатель клеточной теории патологии, он сказал, ну это мыльный пузырь, который через год лопнет. вот ошибся великий великий биолог Верхов. До сих пор он не лопнул, потому что это идеология, это желание жить без Бога, без ответственности. Пьер Поль Грассе пришел к поразительному выводу, что возможно в области биологии ничего больше сделать нельзя, остальное относится к метафизике. Может быть именно поэтому многие образованные люди, не находя для себя убедительных ответов в науке, обращаются к религии. Кто автор этого мира? Бездушная природа или Господь Бог? Разумный замысел там в нем виден или нет? Это не меняет принципиальный вопрос. Понимаете, мы разумные люди, мы видим, что мир это создан, или мы спустившись из деревьев обезьяны, которые, глядя на этот сложный, удивительный мир, красивый, прекрасный, не видят, что он имеет своим создателем великого автора. Понимаете, может быть люди не видели, не знаю, как цветы растут на лугу. Может быть они видели, как там птицы поют, не слышали. А если они все это видели и слышали, как они могут думать, что мир это сам по себе появился. Это нужно долго промывать мозги, чтобы человек так думал. Когда от этой идеи отходишь, я и сам тоже был эволюционистом, занимался очень долго геологией, из семьи геологов. Для меня эта идея, то, что все-таки не было этой эволюции, что мир создан, она была, ну уж очень экзотична. Но сопоставляя научные данные, я пришел к пониманию того, что по-другому не объяснил. Как можно понять удивительный вывод, к которому пришел Пьер Польграссе? Получается все тот же парадокс, как с квантовой механикой. Ученые могут заниматься описанием явлений, но выясняя причины их возникновения, они невольно выходят за рамки науки. Журнал общей биологии наш академический принципиально не берет статей о происхождении жизни. Почему? Нормальной модели происхождения жизни, кроме трех-четырех гипотез, нету. По мере развития биологии понятие жизни усложняется, но до сих пор не возникло, не создано достаточно всеобъемлющее и адекватное определение жизни, позволяющее в абстрактных терминах отличить живое от неживого. С моей точки зрения, нынешняя чехарда в поисках недостающего звена в эволюции человека неинтересна, поскольку независимо от того, каким образом эта чехарда закончится, какая точка зрения станет господствующей, проблема происхождения человека не сдвинется ни на шаг. С моей точки зрения, проблема происхождения человека это проблема возникновения мышления. А мышление мы не видим на костях. Для того, чтобы понять, каким образом возникло мышление, нужна совершенно другая система фактов, система аргументации. И она относится к тому, чтобы понять, как мышление устроено, чем отличается, например, язык жестов от обезьяны, самый продвинутый, от языка понятий, которые существуют у самого глупого человека. Позиция Дарвина была такая. мир создан Богом. Изначальные формы животных и растений сотворены. То есть, каких-то пять простых видов животных было создано, примерно, и пять видов растений. А дальше шла эволюция. И Дарвин писал в своей книге, что в задачи науки входит выяснить, что же было сотворено изначально, а что могло появиться потом в результате эволюции. И причем он признавал, что если все эти бесконечные палеонтологические формы не будут найдены, я почти цитирую, то каждый вправе отбросить мою теорию. Он очень трезво относился. У него даже есть глава, факты, которые опровергают мою гипотезу. Понимаете? В современном мире это немыслимо. Ни одна естественная наука не знает всего. Я еще раз повторяю, что за 152 года с происхождения видов Чарльза Дарвина мы эволюцию начали понимать и знать гораздо лучше Дарвина. и едва ли я рискну сказать, что когда-нибудь в вопросе происхождения жизни мы не разберемся. Мы в нем разберемся. Вопрос когда это произойдет. Покуда этого не произошло. Поэтому можем, сейчас мы можем только гадать. вот Ньютон, например, для всех ученых образец, великий ученый, он рассматривал свою физику как проникновение в замысел Бога относительно материального мира. И вот он что-то расшифровал там, закон обратных квадратов для астрономии, законы механики. вот он мог гордиться чем? Я вот понял, как Бог задумал мир. Ну, отчасти, конечно, какую-то часть этого великого замысла. Ведь так же интереснее, чем изучать какие-то законы природы, которые безликой какой-то природы, которая непонятно, откуда взялись эти законы и насколько они достоверны. Понимаете? То есть никак не мешает представление о творчестве, никак не мешает изучению свойств твари. Всегда уже поздно. Всегда уже поздно что-то найти, если ты уже знаешь. Потому что все, что ты найдешь, будет подтверждением твоих глубинных установок. Ничего другого ты не найдешь. Ничего, абсолютно. Поэтому для того, чтобы познать и увидеть что-то новое, нужны озарения. Нужно вдохновение, нужен экстаз, нужен выход за пределы знакомого. Только во время звездных часов, момента озарения, творчества, экстаза, выхода за границей известного мы открываемся. И в этот момент, когда у нас создаются открытия, бреши в нашем привычном мире, окна в нашем закрытом космосе, создаются возможности для восприятия нового. Происхождение жизни, происхождение человека и происхождение Вселенной. Вот главные вопросы, которые больше всего волнуют умы. И именно через ответы на эти вопросы проходит граница между научным и религиозным мышлением. В 20 веке ученые пришли к выводу, что наша Вселенная появилась в результате большого взрыва. Вот современным понятием Вселенная наша она результат большого взрыва, который произошел около 14 миллиардов лет назад. И что было до этого, этот вопрос вне рамках вот этого большого теории большого взрыва. Дело в том, что меня всегда поражал большой взрыв, который, а это по какой-то причине никогда не волновало космологов, связан с фундаментальным законом, известным как второй закон термодинамики. В общих чертах второй закон термодинамики гласит, что по мере течения времени беспорядочность или хаотичность творения возрастает. Если хаотичность возрастает со временем, то это означает, что вначале ее должно быть меньше или не быть вовсе. То есть при зарождении Вселенной в ней было меньше хаоса, чем сейчас. Иначе говоря, она была тогда более организована. Но как это возможно при взрыве? На этот вопрос до недавнего времени не было ответа. Именно астрофизика, термин астрофизика, то есть астрономия, как наука, которая изучает Вселенную, она как бы устарела, потому что астрономия это значит, астро это звезды. Оказалось, что звезды, они составляют малую часть того, что заполняют Вселенную, меньше 1%, а более 90% того, чем заполнено Вселенную, для нас оказалось темным. Причем 70% из этой темной части, она просто не влезает в рамки нашей существующей физики, а именно это некая субстанция, которая имеет антигравитирующие свойства. Наша вся физика, она способна описывать только гравитационные, то есть тела, которые притягивают друг к другу. А вдруг оказалось, что Вселенная в основном заполнена именно этой субстанцией, а не той, к чему мы привыкли. И вот эта субстанция, она так называемая темная энергия, она и является причиной, как мы сейчас понимаем, расширения Вселенной с ускорением. И именно Нобелевская премия за 2011 год была вручена за открытие темной энергии. Если вы вернетесь назад во времени, то обнаружите, что все становится все менее хаотичным, а это указывает на то, что Большой Взрыв должен был быть совершенно не хаотичным. Это должна была быть высокоорганизованная структура. Тем не менее, то, что мы видим, это взрыв. Детальные наблюдения говорят вам, то, что называется термодинамическим равновесием, а это означает, что это наивысшая энтропия, наиболее хаотичная из возможных состояний. Фактически это парадокс. Как может Вселенная начать свое существование в ее самом хаотичном состоянии, после чего беспорядочность вечно возрастает? Состояние Вселенной в начальный момент Большого Взрыва характеризовалось бесконечной плотностью и температурой вещества. Оно называлось космологической сингулярностью. Причем сингулярность, как признают сами ученые, не подчиняется ни одному из известных законов физики. А значит, является тем самым волшебством, о котором говорил Альберт Энштейн. Ученые убедительно рассказывали о Большом Взрыве, но простой почти детский вопрос, а что было до него, ставил в тупик всякого мудреца от школьного учителя до Нобелевского лауреата. И вот в начале 21 века два выдающихся физико-теоретика Роджер Пенроуз из Оксфорда и Ваган Гурзадян из Ереванского физического института впервые приблизились к разгадке этой тайны. Вот этот подход Пенроуза, основанный на факте, вот, наблюдательном факте второй закон термодинамики, он мне показался очень глубоким, и мы с ним начали попытались найти экспериментальные какие-то свойства или какие-то знаки, которые могли бы как-нибудь пролить свет на такой подход. И вот имелись данные реликтового излучения, это излучение, которое окутывает всю нашу Вселенную, и она доходит до нас с расстояния 14 миллиардов световых лет, то есть немного спустя, после большого взрыва она была, она образовалась, и наши детекторы сейчас могут софиксировать это излучение. Исследователи пришли к поразительному заключению. Эти круги — гравитационные следы столкновения колоссальных черных дыр, которые образовались в предыдущей Вселенной. Затем эти огромные черные дыры испарились, а Вселенная прошла большой взрыв и родилась снова. Вселенных много. Параллельные Вселенные ветвистые, Вселенные пузырчатые, Вселенные много разных теорий, но их очень тяжело проверить так, как это. Тесты очень важны, потому что вы можете смотреть сквозь большой взрыв. Я могу привести такой пример, как циклический водооборот воды нашей природе. Например, если мы смотрим дождь, мы видим, что дождь — это конденсированная вода в облаках, она падает на землю. Через некоторое время она испаряется, вода с поверхности земли испаряется, снова конденсирует в облаках и так далее. Если мы смотрим только одну часть вот этой цепочки, нам кажется, что это односторонняя. На самом деле можно вот эта цикличность, она основана на том, что конец одной цепи, начало следующей. Это означает, что вселенные возникают одна за другой, и конец предыдущей становится началом следующей. Отсюда вытекает главный вывод — мироздание циклично, оно существует из бесконечности прошлого и продолжается в беспредельность будущего. На эту работу, на этот подход можно взглянуть из более как бы философской точки зрения, имея в виду так называемый принцип Коперника, а именно изучение Вселенной, понимание Вселенной в ходе эволюции человечества, она с античных времен была сфокусирована на геоцентрической системе. Более полутора тысяч лет считалось, что Земля — это центр Вселенной, и все небесные тела вместе с Солнцем вращаются вокруг Земли. В 16 веке польский астроном Николай Коперник развел новую систему, где в центре находится Солнце, а все планеты вращаются вокруг него. Потом оказалось, что Солнце тоже — это одна звезда нашей звездной системы. В начале 20 века казалось, что Вселенная — это и есть эта звездная система. Потом оказалось, что эта звездная система — галактика, она одна из многих очень галактик. И вот сейчас вот Вселенная, которая расширяется, и она была основой изучения в течение 20 века и вот начала 21 века. Она при таком подходе может оказаться одним звеньем цепи такой бесконечной вселенной. Но, как это не поразительно, подобные идеи можно найти и в древних религиях Востока, в которых цикличность была основным принципом. От человеческой жизни до существования самой Вселенной все в них проходит в кругах вечного становления и возвращения. Но как могли древние узнать об этом? Ведь у них не было современной науки и техники. Это философские идеи, не обязательно религиозные. Могли ли они прийти к этому благодаря интуиции? Возможно, это так. Они могли догадываться о такой цикличной схеме. Я бы не хотел спорить. Можно сказать, что они ничего не знали, потому что у них не было науки и так далее. Но я думаю, они могли интуитивно доходить до этих идей. Я побаиваюсь комментировать это по более чем одной причине. Мы должны посмотреть, действительно ли теория правильная. И нам нужно подтверждение. Открытие и научное обоснование цикличности вселенной вызвали большой резонанс в обществе. В западных СМИ с осени 2010 года его называют сенсационным и влияющим на мировоззрение всего человечества. Но сами авторы открытия считают, что это всего лишь пока предварительные результаты. И впереди еще большая работа. И отдельные вопросы они еще представят, подлежат развитию еще как по части фундаментальной части, то есть математики и теории, так и получение более точных наблюдательных данных с меньшим, как мы говорим, с меньшим уровнем шума, с тем, чтобы вот те предварительные свойства, признаки, которые нам удалось нащупать, впоследствии могли быть подтверждены более точными наблюдательными данными. Так правоту какой же стороны в вековом споре о возникновении мира подтвердило это удивительное открытие Пенроуза и Гурзадяна? Кто оказался прав? Атеисты или те, кто считает, что космос возник по воле Творца? Как это не поразительно, но выяснилось, что не одноразовый акт творения небольшой взрыв, который лишь отделяет один цикл от другого не могут полностью соответствовать новой открывшейся ученым картине мироздания? Действительность оказалась намного грандиознее, чем наши представления о ней, как религиозные, так и научные. Подтвердилось лишь одно. Вселенная устроена разумно, и именно поэтому она познаваема. Остается вопрос, достаточно ли для этого человеку одной только веры или одной науки? А может быть, они должны перестать спорить и как когда-то в далеком прошлом вместе обратиться к величайшим тайнам бытия. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин